Дни Приморского края проходят на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Напомним, в Харбине сейчас находится приморская делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяка. На международной ярмарке представляют ключевые проекты в области развития инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства и туризма Приморья. Сегодня проходит презентация региона Дни Приморского края. Проведем деловые переговоры между предпринимателями и отраслевые круглые столы по инвестициям в сельскому хозяйству и логистики. Одним из важных и основных направлений развития наших двусторонних отношений является туризм. Мы все с нетерменем ожидаем подписания нового межправительственного соглашения о безвизовом групповом туризме, введение электронной визы, а также открытие новых авиалиний между регионами России и Китая, железнодорожного пассажирского сообщения. Олег Кожемяк уверен, что участие в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке послужит хорошим импульсом для восстановления и дальнейшего развития двусторонних связей между нашими странами, в том числе на региональном уровне. А на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине губернатор края заявил о создании в Приморье до конца года международной территории, опережающего развитие. Ее особенностью будет действие не только российского, но и зарубежного законодательства. Там будут признаваться промышленные строительные стандарты стран, участник поставщиков технологий. Резидентами этой торгово могут быть компании, которые выпускают только высокотехнологичную продукцию по определенному перечню. Китайские инвесторы уже давно активно работают в Приморье, и они высоко оценили преимущества этой работы. На данный момент в крае действует режим свободного порта Владивосток и четыре территории, опережающего развитие с различными налоговыми преференциями, в которых реализуются более 40 проектов с участием китайских инвестиций. Также Олег Кожемяка предложил крупным китайским корпорациям совместные проекты в Приморье, например, строительство жилья, коммунальных, дорожных объектов. По его словам, китайские строительные компании имеют хорошую компетенцию и положительно зарекомендовали себя в отношении качества и сроков проведения работ. Приморский край заинтересован в крупных инвесторах, у которых есть опыт, технологии, техника и, конечно, люди. Отметим, что курс на восток, заявленный президентом, это реальность, продиктованная международной обстановкой и закрытием западных границ. И сегодня это направление требует масштабной работы в ключевом регионе Дальнего Востока. Губернатор Олег Кожемяка держит на контроле ключевые вопросы экономики и логистики. Артём Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.